Всем привет! Я продолжаю серию видео о семенах, которые буду выселать в этом году. Есть и новинки, конечно, и уже довольно-таки много лет опробованные сорта и гибриды. Все фотографии и видеонарезки, использованные в этом видео, это с моего огорода. Итак, начнем с капусты белокочанной. Первый гибрид это килостоп от Семка. Я прочитала, что это улучшенный килотон, но наоборот, характеристика, честно сказать, ничем не отличается от килотон. Нравится, что этот гибрид устойчив в келе и фузырезому виданию. Хорошая капуста, сочная, кочаны плотные, кочерыжка, самое главное, она очень короткая и имеет довольно-таки такой налет сизый и очень хорошо хранится. По сравнению с мегатоном. Мегатон выращиваю уже года, наверное, 3 или 4. Знаменитый гибрид, мне кажется, каждый огородник его уже выращивал и выращивает до сих пор. Нарицаний к этому гибриду нет фактически никаких. Довольно-таки крупные, в отличие от килотона, килостопа. Он будет, сам Качан покрупнее, здесь до 10 килограмм, у меня были до 8. А килостопа он 3-4 килограмма. Тоже и структура плотная, и кочерыжка у него маленькая, и сочная. Эти два гибриды, они великолепны для квашения. Но вот разница в мегатоне и в килонтоне была в том, что все-таки мегатон, он хранится в идеальном состоянии все-таки до февраля месяца. Дальше он не то, что гниет сам Качан, но все равно он теряет свою, можно сказать, фактуру, что ли. Все равно он немножко подувидает. И вот до февраля его употребить, этот гибрид, и будет отличным. Ленокс или Ленокс, это тоже гибрид белокочанной капусты. Мне его посоветовали. Отлично. И знаете почему? Потому что вот мегатон, он уходит в феврале, грубо говоря. Но сам производитель пишет, что он хранится до февраля, да, по месяцам, если посчитать. А вот как раз Ленокс, он употребляется с февраля месяца. То есть на замену мегатона приходит Ленокс. Он позднеспелый, весом 3-4 килограмма. Так, Качаны плотные, округлые, с тонкими листьями, короткой внутренней кочерыгой. В общем, вот так. Этот гибрид, он очень и очень долго хранится. Как раз, наверное, и до следующего урожая будет у вас Ленокс. Но скажу сразу, что я его не пробовала, но очень хвалили. Следующий белокочанная капуста, это ранняя пандеон. Это гибрид. Выращивала его очень много лет. Единственное, в прошлом году я не выращивала вот эту раннюю капусту. А так замечательный гибрид. Здесь 20 семян. И вот как раз мне этого пакетика хватает на 2 года. По 10 штук я высеваю. Мне для ранней капусты этого достаточно. Отличная вообще капуста. Сами головки округлые, плотные. Кочерыжка тоже у них коротенькая. Никогда не растрескивается на земле. Даже вот если он уже все в размере остановился, все не растет. Вот он будет так сидеть и ни одной не будет трещинки на капусте. Ну я думаю по видео вы уже увидели. Какая прекрасная капуста. Замечательный сорт. Это вот как раз промышленный гибрид. Когда его выращивают вот именно на большие такие партии. Замечательная вообще. И очень товарно привлекательная капуста. Ну это мой знаменистый Скайвокер. Это гибрид. Отличный. Вообще я его выращиваю ну уже наверное лет 5. Так это точно. У кого не получается капуста, я всем советую Скайвокер. Не знаю, она у меня получается всегда. Хотя мной было перепробовано очень много гибридов и сортов. И этот оказался самый лучший. Единственный его недостаток. Он средне-поздний. Головки плотные, однородные. Они белоснежного цвета. Но уже когда ближе, когда запаздываете снимать, она может немножко такая кремовая становиться. Крупные кочаны до 3,5 килограмм. Действительно да, они очень крупные. И хочу сказать, что у кого не получается крупная цветная капуста, купите, покупайте те сорта и гибриды, которые вот по максимуму пишут вес. 3,5 килограмм, 3,5. Не берите ту капусту, которая там 0,9, там 1,5 килограмма. Она вся мелкая. Берите, которую пишут самую крупную. Тогда она у вас и вырастет крупная. В ней заложенность уже крупной капусты. Замечательная и вкусная. И заморозки отличная. И в приготовлении, и в сыром виде устойчивого болезня. Как им не написано, правда, но замечательная. Но, смотрите, позднеспелая. На второй, на третий оборот она не годится. Поздновато. Вот замену этой позднеспелой Скайуокеру я купила по проводу Майорка. Это гибрид. Никогда не пробовала. Посоветовал продавец. Это средний, ранний, но получается ранний 75 дней. Вот. Я его взяла высаживать на третий оборот, чтобы успела капуста вызреть. Потому что в третьем обороте не дозревает вот эта капуста. Она тоже, смотрите, до 2 килограмм. Не беру мелкую, которая там по 0,8, по 0,5. Так, что они здесь пишут. В общем, для меня было самое важное, что она ранее. Майорка. Вот такая тоже она беленькая. Я думаю, что будет отлично. Но буду пробовать. Это новинка. Новинка также фиеста брокколи. Это гибрид. Никогда не пробовала. Значит, среднеспелый 80 дней после посадки. Головка крупная. Массой до полутора килограмм. Тоже беру, чтобы головка была основная, крупная. Видите, здесь написано, боковые побеги отсутствуют. Вот так вот. 10 штучек. Посмотрим. Капуста. Эту капусту я уже пробовала. Это голландская линия. Это тоже, по-моему, Элит Агра. Это тоже Голландия. Это лорд. Выращивала эту капусту. Это гибрид брокколи. Здесь 10 штучек. Так, что здесь они пишут? Боковые головки доставят. Вот как раз этот лорд гибрид. Он дает боковые головки. Смотрите, они какие крупные. Дают 200 грамм. Моя головка округлая, немного приплюснута. Весом примерно полутора килограмм. Тоже довольно-таки крупная зрелость. Плода наступает уже спустя два месяца. В общем, лорд. Отличная капуста. Я помню, что она мне нравилась. Вот как раз фотография, которую вы сейчас посмотрели. Это фотографии лорда. Это капуста. Следующие луки. Лук, конечно же, эксибишн. Выращивала, выращиваю и буду выращивать. Нравится. Но беру семена только от голландской линии. Такие семена, как, знаете, типа белых пакетиков за 3 рубля. Или наша российская фасовка. Но всходят они очень плохо. Мною были попробованы все семена. Но именно вот голландская линия всхожесть самая лучшая. Не 100 процентов, но процентов 95 всходят. Именно в голландской серии. Одного пакетика такого обработанных семян достаточно на одну семью этого лука. Потому что полную ставку делать на этот лук и выращивать его, я думаю, что не стоит. Потому что хранится он довольно-таки плохо. Ну, по крайней мере, у меня вот на 4 января последняя головка осталась. Лука, видите, она, конечно, не в идеальном состоянии. Но довольно-таки она не мягкая, ничего. Ну, вот последняя луковица эксибишна. Начало января все. И он у нас ушел. Ни одной луковицы я не выкинула. Следующий лук это сторон. Это уже израильская линия. Я этот лук высевала, высаживала с сивком всегда. Он мне очень нравится. У него такая вытянутая форма. Я люблю такую форму. Она очень легко чистится. Сторон мне очень нравится. По крайней мере, в сивке. В чернушке я, честно сказать, еще этот лук никогда не высевала. Вот буду пробовать. Значит, что они здесь пишут, что он очень хорошо хранится до 8 месяцев. Ну, вот и сивка так и была. Он такой полуострый. Луковица не сильно крупная. До 180 грамм. Хорошего качества. Ну, я же говорю, именно для хранения. Он средний ранний. До 110 дней. Буду его высевать, как в однолетней культуре. Для получения луковицы. Это сторон. Три пакета взяла. Но я всегда покупаю сивок. Чуть-чуть, буквально там грамм 400-500. Это лук шатана. Это для, знаете, такой перестраховки. Но из чернушки мне очень нравится лук выращивать. Хорошего качества получается. Корневой сельдерей. Тоже выращиваю его каждый год. Взяла новый сорт. Гиан Даниш. Никогда не выращивала именно этот. А вообще искала я сорт. Называется Монарх. Очень хотела найти, но нигде не могу его купить. Поэтому купила этот гиан Даниш. Довольно-таки крупный. 500-700 грамм плод. Пишут корни, что расположены низко. В общем, описание, в принципе, одно и то же у всех сортов. Но если не производить определенную агротехнику, никогда не вырастет хороший плод. Следующая у нас идет морковь. Гибрид Дордонь. Это голландская линия. В прошлом году выращивала у меня. Есть обзор на этот гибрид. Отличная морковь. Мне понравилась. Вот как раз для примера хочу вам показать. Вот. Это Дордонь. Довольно-таки крупная, сочная. Хранится, видите, она отлично. Значит, она средних сроков созревания. 120 дней длиной до 20 сантиметров. Весом 125 килограммов. Но отличные вкусовые качества. Понравилась. Даже не буду в этом году другую какую-то сажать. Это отличная. Единственное, что если ее запоздать с уборкой, она может трескаться. Поэтому вовремя нужно убрать. Следующая морковь. Болтекс. Я вместе с Дордонию в прошлом году эту морковь выращивала. Отличная французская линия. В прошлом году просто какую-то брала. Не знаю, или украинская была какая-то серия. Ну, в общем, в этот раз французская серия. Сейчас я покажу. Вот эта морковь. Вот она. Тоже отличного качества. Вот как раз она и не лопается. Она такая пухленькая, сочная. Мякоть у нее оранжевая. Стержения внутри нет. Чуть-чуть есть маленькая зеленца здесь. В верхушке. А так вообще отлично. Вот это все моркови. Четыре пачки. Достаточно на одну такую среднюю семью. Знаете почему? Хотя здесь по 0,5 грамм. Здесь по одному грамму довольно-таки много. Потому что семена обработаны. Сажать их одно удовольствие. По одному семени. Так расположить их уже на расстоянии. Не вызывает никаких затруднений. Поэтому семена у вас уйдет очень мало. И прореживать придется очень. Ну, я не знаю. Ну, раз-два. Если проредить, то и отлично. Я, по-моему, всего лишь один раз прорежала ее в прошлом году. Так. Свекла Detroit. Выращивала ее года, наверное, три назад. Французская линия. Я помню, что она мне понравилась. Поэтому в этом году я ее взяла. Что здесь пишут? Ранеспелая. 110 дней. Без кольцевания. Темно-красного цвета. Отличная свекла. У меня воспоминания нехорошие. Это классика жанра. Цилиндра. Просто в году почему-то цилиндра тоже какая-то российская фирма была. Совсем плохо у меня взошла. Ну, мне достаточно было свеклы. До сих пор у ее еще полмешка. Улучшенная цилиндра. Не знаю, чем она улучшенная. Мне кажется, она вся одинаковая. Средне-спелая. До 600 грамм. И до 17 сантиметров в длину. Вот цилиндра. Все тоже ее знают. Так. И еще у меня свекла Баргузин. Это семена просроченные. Остались у меня еще. Они с позапрошлого, наверное, года. До 12-го 2019 года срок годности. Чтобы семена так не выбрасывать, вдруг не зайдет у меня еще здесь цилиндр или еще что-нибудь. Я еще подсею. Что здесь пишут? Ранний срок тоже стоит 10 дней. Очень легкая. Усойчивая к стеблеванию. Насыщенного красного цвета. И имеет небольшие кольца. Отличного вкуса. Следующая. Это редис. Рандар гибрид. Диего гибрид. Рандар пробовала. Диего как новинку взяла. Не знаю, что это за редиска. Значит, рандар это ранний спел гибрид. Мякоть нежная, белая по 15 грамм. Диего гибрид тоже ранний. Мякоть белая, нежная, сочная. Сохраняет текстуру длительный период времени. В общем, по 40 грамм. То есть, это диего крупная. Они все предназначены для круглогодичного высевания. В общем, я беру для раннего-раннего посева в теплицу. Это где-то там в конце марта, в апреле. На раннюю зелень. На ранний пучок. Много не высеваю, потому что особо у меня ее никто не ест. А вот именно ее весной. Летом даже ее не сею, не едят. Летом как-то помидоры, огурцы и так далее. А вот именно прям на раннюю продукцию она идет тогда. Здесь у меня редис селеста. Опробованный мой сорт уже много лет. Отличного качества. И все, конечно же, эти семена, они все обработаны. Редис 18 дней. Тоже высеваю. Хотя я этот редис не люблю. Но в семье у меня есть человек, который любит именно этот сорт. Поэтому для него и сею, и выращиваю именно этот редис. Здесь у меня новинка этого года. И в этом году я решила. Прям посею достаточно много пастернака. Будем есть. И пару человек у меня уже заказали именно корнеплоды эти на продажу. Поэтому буду и для себя, и для других выращивать. Взяла такой длинный пастернак. Честно сказать, хотела взять не наше производство пастернака. Но почему-то не нашла голландскую линию. Вот взяла наша российская. Значит, средний ранний сорт. 190 грамм. 20 сантиметров в длину. Взяла длинный попробовать. Не знаю, как он пойдет по моей земле. Пойдет он или нет. Потому что все-таки надо по земле выбирать корнеплоды. И взяла круглый попробовать. Если длинный не понравится. Он скороспелый. 110 дней. По 120 грамм он идет. Ну, в общем, применяет его для домашней кулинарии, консервирования в качестве гарнира к мясным блюдам. Добавляет супы, борщи и так далее. Для восстановления сил применяется. Я не знаю, если кто-то выращивал пастернак, расскажите, как вам этот корнеплод и куда вы его применяете. Я буду в этом году первый раз выращивать. Так, буду еще выращивать репа миланская розовая. Хочу вам ее здесь показать. Остался один корнеплод. Выглядит вот так. Это самый маленький. Она покрупнее была у меня. Очень мне понравилась эта репа. Она очень красивая. Скороспелый сорт. Я ее высевала, когда чеснок убрала, землю обработала биопрепаратами. И сразу же высеваю репу и черную редьку и зеленую редьку. Значит, это устойчиво к заболеванию, цветушности. По 200 грамм корнеплод. Ну, вот у меня были покрупнее. Может быть, раза в два и все. Кожура гладкая, мякоть белая, сочная, сладкая. Действительно, прям нарезаешь кружочками, вот так чуть-чуть присаливаешь. И можно так есть, как редиску прям. Она без горчинки. Значит, используется для диетического, детского питания. Ну, и так далее. Она богата витаминами, микроэлементами и так далее. Очень красиво кормила. Понравилось. С прошлого года остались семена. В этом году буду высевать. Еще будут у меня семена черной редьки и зеленой. Они у меня остались в деревне. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии, какие на этот год у вас новинки. А я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok